История российского государства 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 Евграф Федотович Комаровский Родился 18 ноября 1769 года В Санкт-Петербурге В семье чиновника Дворцовой канцелярии Рано лишившись родителей С помощью родственников Получил воспитание и образование В лучших петербургских пансионах В 1777 году Был записан на военную службу Сначала сержантом в Лейбгвардии Преображенского полка Затем в кадетскую роту Измайловского полка Пройдя курс необходимой военной подготовки Комаровский был произведен В сержанты Лейбгвардии Измайловского полка В 1787 году Назначен курьером При князе Александре Андреевиче Безбородко Будущем канцлере Умном и влиятельном государственном Деятеле Екатерининской эпохи Исполняя курьерские обязанности Сопровождал императрицу Екатерину II Во время ее путешествия в Киев и Крым Затем выполнил ряд дипломатических поручений Побывав в Париже, Лондоне, Вене и Франкфурте Это значительно расширило его кругозор Обогатило опытом и знаниями Природной способности и личное обаяние Владение иностранными языками Такими как французским и немецким А также способность общаться со многими известными людьми в Европе и России Способствовали его служебной карьере В 1792 году Евграфу Федотовичу Комаровскому Был пожалован чин прапорщика Затем, в 1796 году Комаровского назначили адъютантом К его императорскому высочеству Константину Павловичу С присвоением звания Капитан-поручика Евграф Федотович проявил себя грамотным и исполнительным офицером Ставившему интересы службы Всегда на первое место За отличие по службе в 1797 году Евграф Федотович был произведен в капитаны лейб-гвардии Измайловского полка В 1798 году Евграф Федотович Комаровский был произведен в полковнике С составлением в списках лейб-гвардии Измайловского полка В сентябре 1798 года За успехи по службе Получил первую награду Шпагу с орденом Святой Анны Третьей степени В 1799 году Евграф Федотович становится участником Итальянского и швейцарского походов Под командованием генерал-фельдмаршала Александра Васильевича Суворова В ходе швейцарского похода При штурме знаменитого Чёртова моста В авангарде русских войск находился сводный гренадёрский батальон Под командованием полковника Комаровского После успешного боя В батальоне осталось в строю всего два офицера 80 рядовых и один музыкант-лейтист За боевые отличия Евграф Федотович Комаровский Был отмечен орденом Святой Анны второй степени А также знаком того же ордена С алмазами за оказанную храбрость в бою При городе Нове В ноябре 1799 года Евграф Федотович Комаровский Произведён в генерал-майора В 1800 году был назначен комендантом Каменец Подольской крепости С восшествием на престол Александра I Евграф Федотович был отозван в столицу И 17 июля 1801 года был назначен генерал-адъютантом императора Некоторое время Евграф Федотович Исполнял обязанности помощника Санкт-Петербургского военного губернатора Генерал-фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского И начальника столичной полиции Обратив внимание на нерациональное использование И плохую организацию местных гарнизонных рот И драгунских команд Он в 1802 году составил проект Создание земского войска И использование его для полицейской службы Как писал в своих воспоминаниях Комаровский Проект государю понравился И может быть Он и послужил основанием Учреждения впоследствии Внутренней стражи Обеспечение внутренней безопасности государства В российских условиях Всегда было связано со значительной ролью военной составляющей Которая выполняла функции охраны территории И обеспечения общественной безопасности Созданная 27 марта 1811 года По указу императора Александра I Внутренняя стража Представляла собой военную силу Наделенную полицейскими функциями Реализация идеи образования Такого рода формирований Стала возможной потому Что в России уже имелась система гарнизонов Несших караульную и конвойную службу Которая явилась базой для объединения С губернскими ротами и уездными командами Выполнявшими аналогичные задачи Но подчиненными гражданским властям Внутренняя стража Подчинялась военным органам управления Российской империи Однако использовалась в основном В интересах местных властей 7 июля 1811 года Евграф Федотович Комаровский Был назначен инспектором внутренней стражи Положением для внутренней стражи Было предусмотрено образование На территории Российской империи Бригад и округов внутренней стражи Во главе с окружными генералами Было первоначально учреждено 8 округов внутренней стражи В каждом округе имелось по 2-3 бригады Всего было создано 20 бригад Которые состояли из батальонов внутренней стражи Всего было сформировано 46 батальонов Округ охватывал от 4 до 8 губерний В дальнейшем количество округов внутренней стражи Было увеличено до 10 Внутренняя стража выполняла важнейшие задачи по обеспечению внутренней безопасности в государстве И была обязана действовать, как указывалось в положении для внутренней стражи, по требованию местных властей Основные задачи внутренней стражи При охране общественного порядка Воспрещение проведения несанкционированных митингов, шествий Ликвидация массовых беспорядков Обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий и религиозных праздников Проведение спасательных работ при стихийных бедствиях При борьбе с преступностью Обеспечение исполнения законов и приговоров суда Розыск и задержание преступников Разоружение или уничтожение организованных преступных групп Конвоирование лиц, находящихся под арестом, преступников Розыск и задержание преступников, бежавших из-под стражи Откомандирование караулов для охраны мест лишения свободы При обеспечении деятельности русской армии Осуществление набора, обучения и сопровождения команд-рекрутов Розыск и задержание дезертиров Конвоирование военнопленных Возвращение военнослужащих к местам службы При выполнении специальных задач Воспрещение распространения незаконных или запрещенных товаров Обеспечение беспрепятственной доставки продовольствия в регионы страны Оказание содействия в сборе налогов Сопровождение государственной казны Александр I не освободил инспектора внутренней стражи генерала Комаровского От обязанности генерала-адъютанта Так как мог получать информацию о возможных злоупотреблениях губернского чиновничества Буквально из первых рук При регулярных ежемесячных докладах инспектора внутренней стражи императору Спустя годы Евграф Федотович вспоминал По назначению меня инспектором внутренней стражи Я часто имел счастье быть призываемым в кабинет государя Его величество весьма много занимался Сею вновь учрежденную им частью Когда я представил государю первый месячный рапорт Веренный мне всей обширной и по всей России Кроме Сибири разбросанной инспекции Государь был чрезвычайно доволен Отечественная война 1812 года Имела большое значение в деятельности внутренней стражи Оказав влияние на ее дальнейшее развитие Способствуя росту самосознания воинов и их патриотических чувств Что нашло выражение в мужественном и самоотверженном исполнении ими воинского долга Это доказали батальоны и команды внутренней стражи Находившиеся в приграничных городах И принявшие участие непосредственно в боевых действиях против наполеоновских войск Батальоны и команды внутренней стражи Выполнили большой объем служебных задач В период Отечественной войны 1812 года Осуществляли мобилизацию резервов в действующую армию Сопровождали рекрутские команды для русской армии Возглавляли формирование полков народного ополчения Конвоировали военнопленных с места передачи от армейских конвоев До мест поселений Астраханской, Вятской, Саратовской и Оренбургской губерний Батальоны внутренней стражи Не предназначались для ведения непосредственно боевых действий с неприятельскими силами У них были иные задачи Но при вторжении наполеоновских войск в июне 1812 года в пределы Российской империи Находившиеся в западных губерниях батальоны и команды внутренней стражи Вынуждены были вступить в боевое соприкосновение с противником Защищая города от наполеоновского нашествия Особенно отличились Гродненский, Могилевский и Смоленский батальоны внутренней стражи Первым погибшим офицером в Отечественной войне 1812 года Был прапорщик Гродненского батальона внутренней стражи Николай Иванович Ившин Геройский, павший в бою с французами при уничтожении плавучего моста через реку Неман в город Гродно Во время Отечественной войны 1812 года Евграф Федотович Комаровский содействовал формирование государственного ополчения и резервных полков Для этой цели были выделены окружные генералы, офицеры и нижние чины внутренней стражи На Комаровского, как на инспектора внутренней стражи, был возложен общий контроль и надзор за исполнением важного государева поручения Пополнение действующей армии резервами Главнокомандующий русской армии генерал-фельдмаршал Михаил Иларионович Кутузов Был весьма удовлетворен деятельностью внутренней стражи по своевременному пополнению войск качественным резервам Вместе с подчиненными Евграф Федотович организовал поставку лошадей в действующую армию Сам инспектор внутренней стражи с офицерами закупил 53 тысячи лошадей для армии За оказанное содействие действующей армии Евграфу Федотовичу был пожалован Орден Святого Владимира Второй Степени Большого Креста Боевой опыт Отечественной войны 1812 года подтвердил необходимость существования воинских формирований внутренней стражи на территории страны Необходимо отметить важный эпизод жизни инспектора внутренней стражи, который характеризовал личность Евграфа Федотовича Комаровского Выполняя распоряжение императора Александра I в период Отечественной войны 1812 года по сбору лошадей для русской армии Евграф Федотович находился в Житомире В ноябре 1812 года к нему неожиданно приехала жена В своих записках он вспоминал «Меня несказанно утешила неожиданным своим приездом ко мне жена моя, графиня Елизавета Егоровна в Житомир В ноябре месяце, едва оправившись после родов сына Павла Она мне оказала всем случае знак примерной привязанности Пренебрегая все опасности по дороге, где проходили беспрестанно войска И по следам неприятельских мародеров, претерпевая ужасный недостаток в пище В самую распутицу она принуждена была ехать в перекладных повозках Под Киевом проходила по льду реки Днепра, которая только что стала В настоящее время по-прежнему восхищаются женами декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь Однако приезд к супругу в столь тяжелое военное время Поступок достойный не меньшего, а возможно и большего восхищения Император Александр I по достоинству оценил поступок Елизаветы Егоровны Комаровской Ее постоянную заботу о муже и оказание ему всесторонней помощи В период выполнения важнейших государственных задач 1 июля 1814 года Елизавета Егоровна была пожалована в кавалерственные дамы Ордена Святой Великомученицы Екатерины В 1815 году был образован главный штаб Его Императорского Величества Центральный орган военного управления 30 марта 1816 года издается указ Александра I В соответствии с которым предписывалось Внутреннюю стражу именовать отныне отдельным корпусом внутренней стражи А инспектора оной командиром отдельного корпуса внутренней стражи В июне 1816 года Комаровский представил в главный штаб Свои соображения об увеличении числа округов Для удобнейшего исправления обязанностей, возложенных на внутреннюю стражу И дабы окружные генералы, как главные начальники, могли наблюдать за онами 30 августа 1816 года Евграф Федотович Комаровский производится в генерал-лейтенанты 20 февраля 1818 года Александр I утвердил расписание отдельного корпуса внутренней стражи Основным способом и одновременно методом управления в корпусе было личное инспектирование Этим должны были заниматься все должностные лица отдельного корпуса внутренней стражи Начиная от батальонного командира и заканчивая командиром корпуса Командуя отдельным корпусом внутренней стражи Евграф Федотович проявил себя требовательным, решительным и в то же время заботливым командиром Внутренней страже приходилось часто выделять команды для водворения порядка во время крестьянских волнений, вызванных, как правило, помещичьим произволом Комаровский требовал в своих приказах, чтобы выделенные команды крестьянам никаких обид не делали Виновных в неправомерных по отношению к населению действиях судить и наказывать по военному артикулу Множество приказов было издано по служебной деятельности корпуса Он поотечески относился к нижним чинам, требуя от окружных генералов и офицеров не обижать их Внимательно относиться к их нуждам, обязательно отмечать их служебное рвение, отвагу и благородство Он добился распространения правила о награждении знаком отличия Ордена Святой Анны за безупречную 20-летнюю службу на нижних чинов внутренней стражи Именно в годы руководства внутренней стражи генералом Комаровским сложилась определенная система обеспечения внутренней безопасности России Введенная в 1817 году этапная система препровождения арестантов потребовала формирования этапных команд и разработки руководящих документов корпуса Необходимость поддержания порядка в столице, губернских центрах и портовых городах России привела к созданию в составе отдельного корпуса внутренней стражи легкоподвижных, хорошо укомплектованных и оснащенных жандармских формирований 1 февраля 1817 года Александр I утвердил положение для жандармов внутренней стражи которые входили в состав ОКВС до 1836 года Обязанности жандармских подразделений были аналогичны функциям батальонов внутренней стражи Но в дополнение к ним предписывалось следующее По требованию губернских властей конные стражи закона были непременно употребляемы для удержания полицейского порядка на всевозможных массовых мероприятиях, народных гуляниях, больших ярмарочных торгах, крупных церковных празднествах Им поручались охрана и сопровождение транспортов с государственными ценностями В их компетенцию входила также поимка особо опасных государственных преступников, их охрана и конвоирование 15 февраля 1819 года генерал Комаровский был отмечен высшей военной наградой Орденом Святого Георгия IV степени за многолетнюю беспорочную службу и особые труды понесенные во время войны с Наполеоном по обеспечению действующей армии резервами Во время сильного наводнения в Санкт-Петербурге в 1824 году Евграф Федотович временно исполнял обязанности военного губернатора Петербургской и Выборгской сторон города Командуя находившимися в его распоряжении войсками и полицией Он организовал спасение и размещение людей, раздачу пищи, оказание помощи пострадавших Во время восстания декабристов 14 декабря 1825 года Генерал Комаровский показал себя решительным сторонником императора Николая I Противником тех, кто пытался разрушить устои российского государства Он организовал охрану и конвоирование пленных мятежников в Петропавловскую крепость 25 июня 1828 года он был произведен в генералы от инфантерии А 13 октября того же года назначен сенатором Отдельным корпусом внутренней стражи Евграф Федотович Комаровский командовал до 6 декабря 1828 года Оставив военную службу, он поселился с семьей в имении, находившемся в селе городище Орловской губернии И занялся хозяйством Там Евграф Федотович и провел последние 15 лет своей жизни Проживая в городище, Комаровский построил лазарет, приходскую школу для крестьянских детей и большую суконную фабрику С юности склонный к писательству, здесь он начал работу над мемуарами, охватившими большой период его жизни с 1779 года по 1833 год Когда Евграф Федотович Комаровский скончался в городе Орле в 1843 году Крестьяне села, городище и окрестных деревень, как указано в документе, по собственному почину Явились за 35 верст в город и на руках отнесли его тело в городище, где он был похоронен В течение почти 18 лет генерал от инфантерии Евграф Федотович Комаровский командовал внутренней стражей России С момента своего появления внутренняя стража России оформилась структурно У нее сформировалась своя система управления на государственном уровне В эти годы сложилась надежная система обеспечения внутренней безопасности Российской империи Принятые формы организации отдельного корпуса внутренней стражи прошли испытания времени и показали свою жизнеспособность Впервые была реализована окружная система военного управления, позволившая осуществлять руководство войсками внутренней стражи на обширной территории Российской империи Генерал от инфантерии Евграф Федотович Комаровский проявил себя требовательным, решительным и в то же время заботливым командиром внутренней стражи России За свою деятельность он был награжден семью орденами и бронзовой медалью в память 1812 года В последующем при развитии войск правопорядка реализовывались принципы их строительства Методы руководства войсками, определенные Евграфом Федотовичем Комаровским Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова